Сейчас по снимкам с дрона, беспилотного летательного аппарата, мы построим высокодетальный ротфотоплан, цифровую модель местности на один из карьеров, а также оценим объем выработки по созданным нами данным с дрона. Итак, а сейчас мы посмотрим на исходные данные. Это обычные цифровые фотографии, полученные с высоты с дрона на наш карьер. И используя новый настольный продукт от EZRI Dron2Map Vargis, мы обработаем их. Сейчас перейдем в интерфейс Dron2Map, мы видим уже маршрут съемки, и у нас были загружены наши снимки. Мы видим, что к снимкам прилагаются координаты центра кадра и высота центра кадра. На основе этой информации программа будет рассчитывать как модель рельефа, так и высокодетальный ротфотоплан. Мы уже вычислили эти параметры и, соответственно, сейчас в проекте видим подгруженный высокодетальный ротфотоплан. Давайте посмотрим на детали нашего карьера, переместимся по его склону. Также мы можем просматривать здесь и в 3D режиме. И сейчас мы оценим объем выработки данного карьера. Для расчетов мы перейдем в другой настольный продукт, Argus Pro. Те данные, которые мы получили в программе Dron2Map, добавим в проект Argus Pro. В первую очередь нас интересует цифровая модель местности, полученная из дрона. Но для наглядности мы также добавим и ортфотоплан. Так мы видим достаточно реалистичный карьер. Объем выработки мы будем сравнивать с моделью местности до начала разработки данного карьера. Она также у нас загружена в этот проект. Сейчас мы ее видим на экране. Для расчетов мы подготовили специальную модель геобработки. Сейчас я ее подключу. Она доступна в отдельной вкладке. Здесь мы используем цифровую модель местности до разработки и цифровую модель местности, актуальную с BPOA. На выходе будет рассчитан объем. Эта модель уже была запущена мною ранее. И нам доступен слой с атрибутами объема. Давайте сейчас вынесем его наружу и подключим. Не будем его визуализировать, а лишь посмотрим путем идентификации на реальные цифры. Вот они подгрузились. Как видим, объем выработки составил 6,8 миллионов кубических метров грунта. Таким образом, используя периодический залет с беспилотника на интересующую нас территорию, мы можем проводить разновременной анализ. Вычислять, например, для карьеров объемы выработки, ну а для других территорий проводить другого рода такой же разновременной анализ. Спасибо.